Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня на основной серии на проекте BlackRussia. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому переходите, смотрите. Если что, играю на пятом серваке, именно Orange, также не забывайте видеть промокод, за него получите 15 тысяч на втором уровне. Итак, пацаны, сегодня будет у нас новое видео, интересное, в котором мы будем киноговать свою машину. Кто не смотрел прошлую серию, советую всем посмотреть, в прошлой серии я купил машину BMW M3 и поставил на неё блат номера. Проблема в том, пацаны, то, что я уже её киноговал внешне, и это не записалось, к сожалению, поэтому я вам это никак не покажу, но внешне я уже её полностью прокачал, эту машину. Как вы думаете, где она припаркована? Просто, просто угадайте, я мог её вообще припарковать. Конечно же, в возле столба. Только я могу так машину припарковать, на самом-то деле, я её немножко уже разбил. Я не знаю, кстати, как её подчинить вообще, даже понятия просто не умею. Сегодня у нас будет тоже, пацаны, серия по тюнингу. Как бы я снимал серию про тюнинг, но это не записалось, поэтому сейчас я вам покажу остальной тюнинг, который я не успел поставить. Но внешне она выглядит теперь вот так вот. Я поменял, получается, передний-задний байпер, поставил диски, поставил винил, поставил нитро и выхлоп ещё сделал другой. Ну, тачка реально прикольно выглядит, но винил, я думаю, я бы поменял на другой, просто там очень много винилов, пацаны. Но, к сожалению, это всё не записалось, как я это делал. Но тачка, согласитесь, выглядит очень круто ещё и на этих дисках, поэтому я думаю, всё будет хорошо. Так, пишем слэш рем, пристёгиваем ремень и давайте попробуем как-то отсюда выехать вообще. Давай-давай-давай, ну ладно, давайте вперёд попробуем выехать. Она просто у нас вообще не для этого сделана, не для оффроуда, пацаны. Машинка строилась, понимаете? Поэтому сейчас едем в южку. Давайте я вам покажу вообще максималку, сколько эта машина едет. Сейчас мы поедем в южный, там есть тюнинг, тонировка. Но там есть не только тонировка, там много тюнинга. Где-то здесь должна быть заправка, чтобы мы заехали и заправились. Давай, полетели, полетели, полетели. Сейчас поедем в южку, затюнингуем нашу машинку. Так, включаем нитро и летим в южку просто на всех парах. Конечно, опасненько я с нитросиком лечу вообще очень быстро. Так, давай-давай-давай, полетели. Сейчас быстренько до южки доедем, я думаю. Затюнингуем нашу малышку. Там, по-моему, есть ещё подвеску тюнинговать. И, по-моему, что там ещё есть? Stage 3, да, ещё есть. Ну, Stage просто, чип-тюнинг. И мы сегодня это всё посмотрим. Ох, как опасно еду просто, пацаны. Очень опасно еду. Максимально просто опасно. Но мы уже почти доехали, кстати. Я не буду дорогу обрезать, чтобы вы вообще понимали, как эта машина едет. Ой-ой-ой-ой. Всё, тем более, может что-то интересное произойти по дороге. Например, я машину взорву просто. Кстати, спасибо всем, кто пишет комментарий. Я нашёл, как припарковать машину, благодаря вам. Потому что я бы сам, честно, по-любому бы не догадался. Потому что в ютубе я смотрел, нет видосов, как машину припарковать. Тут у нас есть и тонировка, и цвет фар, и винилы. Так, но машина что-то не прогружается у меня, правда? Машинка что-то вообще прогружаться не хочет. Давайте любую просто покупать, и всё. Я не знаю, пацаны, у меня они отображаются. Вот, тонировочку я вроде бы сделал, да? Ля, какая бестия, пацаны. У меня что-то лагает, я не знаю, почему, пацаны, блин. Очень сложно снимать, на самом-то деле. Очень сложно снимать. Тонировку я сделал, подсветку я сделал. И он тоже красный, тонировочку я тоже сделал. Винил, я не понял, что там-то винил есть, но мы всё равно их не видим. Поэтому сейчас поедем в другой тюнинг, короче. Я, короче, всё-таки решил вам показать внешний тюнинг. Потому что, ну, как бы это надо сделать, поэтому сейчас едем. По боксу есть, короче, должно быть написано занято свободно. Но мне не особо нравится, поэтому хочется какой-то сейчас другой винилчик поставить просто, и всё. Так, смотрите, вот здесь такой вот тюнинг есть, получается. Установить цвета, покрасочные работы. Ну, давайте покрасочные работы, вот их здесь очень много. Честно, я даже не знаю, какую нам выбрать, прям, чтобы такая пиздатенькая была. Чего нельзя машиной покрутить как-то, ну? Вот седьмая работа, ну, блядь, ну, очень много винила, пацаны. Ну, сейчас я ещё посмотрю. Вот этот Америка, типа, тоже, там, стиль Америки, типа, тоже можно было бы сделать. Пусть он, короче, ставит. Винил нам новый. Так, полетели. Я бы ему на чай дал бы, но мы спешим, пацаны. Так, надо рем прописать. Пацаны, не забывайте прописывать эту команду, потому что, ну... Если вы у кого-то въезжаете, всё, вам габела просто. Так, поехали. Ну, винил, вроде, прикольный такой, знаете, типа, Америка, все дела. Надо просто подчиниться, и мы уже нормально посмотрим винил, потому что... Ну, так непонятно ни хрена вообще. Сейчас едем, наверное, на подвеску. Я, правда, не знаю, что там за тюнинг с подвеской можно сделать, типа, чтобы она лучше управлялась или как. Так, сейчас поедем на подвеску, потом на чип-тюнинг, там оно всё рядом находится. Ну, пацаны, это, конечно, жёстко просто. Это максимально жёстко. Так, заезжаем. Проезжаем. Сейчас в разомазик доедем. Надо ещё механика будет найти, чтобы подчиниться, потому что... Я даже не могу толком винил посмотреть. А, у меня лёг, походу, сервак, да? Я понял, пацаны, я понял. Я вас понял. Ну, вроде бы неплохо, пацаны, получилось. Я буду заканчивать эту серию, потому что, ну, это жопа, пацаны. Я эту серию пытаюсь записать уже третий час, поэтому я надеюсь, что вам понравится эта серия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова